Так, и сделаю я это, наверное, следующим образом. Я начну сейчас распаковывать часть посылок и буду этот анекдот рассказывать. Поэтому для тех, кто не готов слушать матные анекдоты и похабные, будьте любезны. Значит, анекдот следующий. Я, конечно, мог бы там заменить некоторые слова, но смысл в анекдоте потерялся бы окончательно. Значит, жили-были, не тужили, 39-е королевство, все дела. И вот, значит, там один мужик пошел в волшебный лес, нарвал в этом волшебном лесу волшебных хуев. Вот, нарвал, значит, волшебных хуев и идет такой лесом-полем, полем-лесом обратно в город свой. Вот, и два мешка волшебных хуев несет, два мешка нарвал, два мешка несет, два мешка гулять. Хуи тяжелое, нести тяжело, что делать? Ну и, короче, в пустыне он задолбался окончательно. Один мешок нахрен посреди пустыни оставил. Вот, с вторым мешком, значит, приходит в город и начинает, значит, на базар встал, заплатил там пошлину за торговлю и такой кричит. А вот кому хуй, волшебный хуй, самые лучшие хуи в округе. Ну, подходит принцесса, значит, такая, говорит, а что это за хуйню продаешь? Он говорит, да, хуй. Она говорит, а это как? Говорит, вроде же, ну, маленький, сморщенный, все дела. Он говорит, а тут все просто. Ты, говорит, ему говоришь, чулики. И он тебя начинает шпилить-вилить. Вот, как только тебе хорошо, ты ему говоришь, мелики, и он перестает. Говорит, ну, край, если там чего забудешь, их вот можно утопить, только вода на них действует останавливающая, больше других вариантов нет. Она говорит, ну, дай один. Он говорит, ну, на. Купила, значит, она его приходит к себе в покое. Ну, и давай проверять, значит, такая. Чулики. Тот давай, как ее пялить, начал прям, ух ты, ах ты. Ну, в общем, короче, там раз оргазм, два оргазма. Ну, чует, блин. Ну, все, ну, куда уже, да, там, по самой неболусе, говорит, значит, сдохнусь скоро. Ну, она ему говорит, мелики. Ну, сказала мелики, он, соответственно, прекратил ее шпилить-вилить. Вот, она встала довольная, там, на полусогнутых ногах пошла, значит, по своим делам. А все это дело, все это дело подслушивала служанка. И вот эта служанка, значит, заходит, смотрит на него и говорит заветное словечко. Чолике. Тот, как начал ее шпилить. Ой, ай, 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 ай. А как остановить, она его не помнит. И такая, что же делать, что же делать. Ну, сдохну уже скоро, сейчас затрахает насмерть-усмерть. Ну, она, значит, такая, кричит, сража, а не, слуги, прибегая слуга, видит картина такая невнятная, непонятная. Вот, она ему, значит, говорит, скажи, говорит, чулики. Тут такой, ну, чулики, давай его шпилить. Он, ешкин ты кот, что делать не знает. Бегает, орет, значит, подбегает к охране, такие два охранника, стражника, все дела. И он ему такой, значит, скажите, чулики. Ну, те такие в голос, чулики, давай их по очереди шпилить. Они, короче, бегают, что делать не знают, вообще тема непонятная. Не в курсах, значит, прибегая там, ну, прудик на улице. Ну, и кое-как там вынули, утопили, вроде утонул. Бегут пока не слон от греха подачи, от смерти неименуемой. Ну, бегут лесом, полем, полем лесом. Бах, в пустыне мешок стоит. Ну, помните, да, мешок оставил в начале анекдота. Ну, и такие, о, говорит, а что за мешок, давай посмотрим. Такие мешок открывают. О, говорит, Микола, смотри, чулики. В общем, глупая и нерепая смерть, ребят.